Я помню, я горжусь. Под таким девизом на Куликовом поле проходит акция «Зелёная Дубрава». «Зелёная Дубрава» – это такое место, важное для нашей Родины. Именно из этого места выдвинулся засадный полк, который нанес решающий удар по войску хан Мамай. Каждый гражданин России может посадить дерево на месте легендарной «Зелёной Дубравы» в память о воинах, отдавших свои жизни в боях за Россию. Связь с колонной Куликовом поле особенная, поэтому мы свои земли сюда, вот тем Дубкам, которые здесь посадили, привезли. Вот видите, значок у меня здесь. Я помню, я горжусь. Что это значит? Значит, мы все должны помнить о том событии, которое здесь произошло в 1380 году. Мы не только восстанавливаем заповедную территорию первого ратного поля России, но и отдаем дань уважения подвигу наших предков и современников, чья отвага, честь и мужество не раз вставали несокрушимой стеной на пути врага, посягавшего на нашу Родину. Моя семья, прабабушка, родила 11 детей, и многие воевали, мне двое или один, я не помню точно уже, не вернулись с войны. Вот, и как бы я посадил дерево здесь, то есть, понимаете сами. Акция «Зелёная Дубрава» стартовала 18 мая 2005 года в Международный день музеев и проводится весной и осенью. Из Сергиевского сюда ездят, каждый год сажают эти дубки. Мы приехали сюда, чтобы посадить эти вот дубки, чтобы дальше была эта традиция. Мы уверены, что каждый россиянин будет горд сознанием того, что «Зелёное Дубрава» Куликово поле хранит частицу памяти о подвиге его прадедов, отцов и братьев, погибших на полях сражения. У меня семь командировок в горячей точке. Так где вы были? Далеко сказать, где я не был. Весь Северный Кавказ объехал. Осетия, Дагестан, Чечня, естественно. У нас уже традиция есть. Кадетский учебный центр уже в течение ряда лет приезжает сюда вместе с ветеранами воинской службы и ветеранами войны. Сажаем вот эти вот ростки будущего. Вот они, ростки будущего. Это ростки будущего. Я думаю, что время, то время Ивановне помощи городства своего уже прошло. Пора уже вспоминать, кто мы, откуда мы, как мы. И вот это вот одно из средств воспитания. У нас в перспективе на тот год мы планируем вообще посадить аллею целую, кадетскую, из дубов. Чтобы они приезжали со своими детьми потом, внуками, правнуками, смотрели, слушали, что вот когда-то посадили. Вот это все вырастет и приобретет не только значение как дерево, но и значение как памяти. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ